Ситуация с новым штаммом Омикрон в Сибири складывается не лучшим образом. Число новых случаев снова растет. Так власти Новосибирской области приняли решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Об этом сегодня заявил губернатор региона. В Алтайском крае и в Бийске в частности подобная инициатива пока не рассматривается. Хотя в целом система готова перейти на дистанционное обучение. У нас все педагоги обеспечены компьютерами. У них у всех есть отработанная методика, когда, кто, с кем занимается. Но мы по разной стороне экрана. И поэтому, конечно, учителя-предметники, администрация школ принимает все возможные меры для того, чтобы вот этот процесс был сделан максимально хорошо. Поэтому это очень сложный процесс. В зависимости от того, как ребенок настроен получать образование. Ведь есть случаи, когда, обучаясь дистанционно, ребенок делает прорыв в обучении. Потому что вот в силу своего характера ему комфортно. Каких-то особых проблем в дистанционном обучении в Бийске нет. За предыдущий год систему откатали и отработали. Директора школы, специалисты управления образования делают все возможное, чтобы учеба вне школьных стен была проще. На сегодняшний день полностью переводить школьников на дистант не планируется. Закрывают только отдельные классы, где есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. Если в начале недели закрыто было чуть более 40 классов, то на сегодняшний день, как сообщили нам в городском управлении образования, закрыт уже 91. За несколько дней цифра увеличилась вдвое. Что касается карантина, то его срок с двух недель сократили до одной. Продолжение следует...